Привет, с вами Алена Васильева, и сегодня мы поговорим о том, какую же роль несут игрушки и как их правильно выбирать вообще для детей от 2 до 7 лет. Смотрите до конца, скажу три главных правила, как правильно выбрать игрушки, которые будут развивать вашего ребенка. Вы слышали, что детки до 7 лет все опознают в игре? Действительно, их мозг развивается, развивается внимание, память, мышление, речь и все через игру, через игрушки. Так вот, три важных правила, как же выбирать игрушки, которые я сама вывела. Благодаря своему опыту, я мама троих детей, поэтому у меня большой опыт, и я педагог со стажем 20 лет. Итак, первое правило, выбирайте игрушки, которые сами собой не играют. Например, вот вы купили такого динозавра, и он сам по себе просто лежит. То есть это какие-то фигуры, звери, куклы, которые сами собой не говорят, не ходят. Это полезные игрушки, которые развивают мышление, воображение. Эти игрушки можно кормить, их можно спать укладывать, их можно причесывать, их можно купать. С ними можно делать все, что мы делаем в быту, и так у ребенка развивается воображение. А вы знали, что детки с подозрением на аутизм не умеют вот так играть в игрушки? Они могут просто дергать или тянуть игрушки, расставлять их, ну а вот их кормить понарошку, или причесывать понарошку, или спать укладывать, этому надо специально учить деток. Поэтому покупайте игрушки, которые сами по себе не будут играть, с которыми нужно взаимодействовать. Это первое правило. Если вы не знаете, какие выбрать игрушки, я сделала специальный гайд в своем телеграм-канале. Оставлю ссылочку внизу. Это гайд по самым полезным игрушкам, распределила все по возрастам, в каком возрасте, какие игрушки полезны. Эти игрушки будут от года до пяти лет прописаны. Переходите туда. Второе правило. Берите игрушки, которые реалистично копируют наши будни. Это, например, вот Марку нравится кухня. Да, Маркусь, тебе нравится кухня? Он очень любит играть в кафе, в отеле. Он берет эти еду, раскладывает, говорит, мама, что ты у меня закажешь? И он начинает готовить. Он накрывает на стол. Что еще это может быть? Может быть кухня. Это может быть парикмахерская. Может быть это посудка. Это может быть кукольный домик или кукольные принадлежности. Мебель кукольная. Это очень полезно для того, чтобы детки играли. Еще у мальчиков это могут быть реальные инструменты, которыми папа все чинит. И мальчики тогда будут подражать папе и чинить все инструментами, закручивать какие-то болтики, гаечки. Вот это очень полезные игрушки. Итак, второе правило, это игрушки, которые копируют реалистичные наши будни. И третье важное правило при выборе игрушек, это игрушки, которые можно перестраивать. Мне здесь очень нравится лего, из которого можно фантазировать, перестраивать. Здесь работает фантазия у ребенка. Здесь мы можем закреплять цвета, размеры. Есть еще игрушки, которые можно перестраивать. Это всякие вкладыши, вот подобные такие, где ребенок учится собирать по схеме. Это пазлы, это игрушки-кубики, которые можно всяко перестраивать. Вот эти игрушки очень полезны. Они действительно развивают мозг ребенка. Но если игрушки играют сами по себе, они уже построены, они сами звучат, звенят. Да, ребенок может заинтересоваться надолго, тыкать на эти кнопочки, а игрушки вместо него играют. Книжки вместо него разговаривают. Но эти игрушки несут минимальную пользу. Если вы будете соблюдать эти три правила, то тогда ребенок будет развиваться в этих игрушках. Первое правило, это игрушки, которые не играют сами с собой, с которыми нужно манипулировать, с которыми нужно имитировать. Второе правило, это игрушки, которые приближены к реальности. То есть кухня парикмахерская, еда какая-то, посудка. И следующее правило, это игрушки, которые можно перестраивать. Это кубики, это лего. А, кстати, к первым игрушкам также относится и мячик. Это игрушка, которая не играет сама собой, с которой нужно обязательно манипулировать, для того, чтобы было весело. Кстати, при этом одно самое главное. Запомните, если ребенку вы купили такие игрушки, и он не играет, то обязательно, периодически нужно к нему опускаться и играть вместе с ребенком. Показывать ребенку, как же играть в эти игрушки. И тогда ребенок ваш научится играть самостоятельно в эти полезные игрушки. С вами была Алена Васильева. Спасибо, что досмотрели до конца. Отправьте это видео тем, у кого есть детки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok